адар 16 число чего нам осталось 14 дней мы будем увеличивать радость ладаре и потом начнем какой-то новый новый цикл где-то еще будет 10 уроков 30 будет урока увеличиваем радость и сегодня отличное состояние лично у меня надеюсь у вас тоже надеюсь что вас тоже после пурима а если не отличная так мы уже знаем что первое правило книги которую мы изучаем жить в радости первое правило это какое что радость это работа радость это не развлечения это работа и если ты хочешь увеличивать радость то что нужно сделать нужно ее увеличить нужно ее увеличивать то есть нужно напрячься нужно усилиться нужно приложить усилия это первое что было второй совет он нам дал автор этой книге что если ты хочешь увеличивать радость второй совет это у нас было что то это шутки шутки прибаутки значит нужно когда ты принял решение усиливать радость поискать какую-то такую вот в способ речи или формулировку то знаете как человек которые радостные что-то стал плохо работать youtube трансляции все время прерывается вот значит второй способ это шутки прибаутки третий способ это как у нас был третий способ дайте вспомню сейчас чуде подзабыл третий способ это третий способ это как будто бы начать вести себя через тело у методов станиславского как будто бы ты радостный как будто бы ты радостной то есть войти вот в такое состояние все значит ты радостный начать естественно улыбаться начать улыбаться потому что радостный человек он улыбается и это у нас 3 до как будто ты радостные такой вот войти в образ четверто у нас это песни и и танцы четвертая и пятая пятая у нас было что сегодня мы изучаем пятая сегодня мы изучаем пятая я тоже знаю что пятая поэтому сейчас с вами поделюсь почему-то у нас фейсбук выбивает все время ой ютюб ютюб выбивает все время что-то странное но ничего хорошо друзья и так значит пятая называется пятый способ он нам предлагает автор этой книги капсулы радости он его назвал капсулы радости вспомнить хорошие дни он нам приводит историю очень яркий пример такой помните был сон у фараона и в этом сне фараона было значит коровы выходили толстые потом выходили коровы тонкие они съедали этих коров толстых потом были колоссия жирные потом выходили колоссия тонкие и съедали колоссия толстые и значит он говорит это как раз метафора было да не метафора это было сообщение для фараона которое иосиф расшифровал ему что в хорошие годы нужно собирать 20 процентов от урожая и тогда хватит на время голода отлично говорит нам автор этой книги что то же самое то же самое нужно делать с радостью когда у тебя происходят какие-то радостные действительно события нужно завести как альбом радости и собирать эти капсулы радости то есть вот например куда радостное радостное событие особенно нам сейчас легко это делать есть фотографии с альбомы сейчас все как бы все сохраняется теперь мы можем совершенно спокойно сохранить вот это вот радостное событие в виде фотографий и что сделать после этого после этого в моменты когда тебе нужно прикрепиться к радости ты берешь и просматриваешь этот альбом очень хороший простой совет теперь он нам это говорит словами рабе нахмана он приводит слова рабе нахмана 3 300 лет назад почти что нужно быть все время в радости и служить богу в радости это прямо его была установка такая большая заповедь быть в радости то есть он на этом делал огромный акцент и это очень логично потому что если ты служишь богу и чё что не радостно это и вот именно в этот в этом есть нюанс что радость она соединяет тебя то есть ты можешь делать машинально какие-то вещи в служении всевышнему но если ты не испытываешь внутренней радости от этого то вот эти машинальные вещи они безусловно работают но это как как не хватает чего-то знаете как есть например усилители там сигнала вай-фай да может быть такой пример взять что или ты еле еле и у тебя прямо на все прерывается и люди усилился сигнал то же самое связь со всевышним мне кажется радость она является тем тема элементом который увеличивает связь со всевышним но это отдельный элемент то есть ты должен над ним отдельно поработать как здесь написано что это действительно работа служить богу басимха значит мне очень нравится есть мизмор ли туда называется песня благодарности такой псалом царь давидова сказал вот мы утром шахарит его говорим мизмор ли туда песня благодарности и там говорится что приходите к богу в храм приходить надо было в радости в радости и служить всевышнему в радости прославлять всевышнего в радости то есть это такая отдельная отдельная работа теперь дальше рабин ахман продолжает и даже если человек падает со своей ступени лифа мимон он упал со своей ступени какой ступени имеется ввиду ступень духовности должен он усилиться и вспомнить вспомнить те дни в прошлом когда было у него вот этот свет радости он был у него прям он его чувствовал да и вспомнил об этом что в прошлом у него был этот цвет радости он должен усилиться и пробудить сердце к и сегодня к служению богу и даже если сейчас он упал и его сердце глаза закрыты бывают эти вот моменты что ну вот ты чувствуешь но вот закрыто сердце глаза да ничего страшного говорить несмотря на это нужно значит вспомнить прошлые дни и идти за ними вот именно хорошее состояние пока и бог поможет чтобы ты значит опять вошел в это состояние чтобы у тебя и сегодня появились причины для радости здесь очень интересно что что является причина что следствием обычно мы привыкли рассматривать себя как следствие внешних обстоятельств это называется реактивная жизнь и даже стивен кови который просто был ученый один самых великих ученых последних лет в области психологии личностного развития книга 7 навыков высокоэффективных людей является классикой жанра этого он говорит 1 1 1 1 навык высокоэффективных людей это не быть реактивным а быть проактивным то есть создавать свою реальность изнутри и поэтому вот здесь об этом же говорится то есть ты сейчас чувствуешь что какие-то события какие-то обстоятельства у тебя не вызывают никакой радости но если ты сейчас не включишь вот эту радость внутреннюю то ситуация может ухудшаться и усугубляться поэтому он говорит смотри возьми уйди во внутрь себя внутри себя вспомни вот эти капсулы капсулы радости которые безусловно были у каждого человека потому что все-таки жизнь устроена по принципу бочка меда и ложка дегтя и хотя эта ложка дегтя она такая противная что ну то есть она очень портит жизнь на все эти проблемы какие-то сложности но это все равно ложка дегтя и просто нужно уметь переключать взгляд и переключать свое внимание с вот этих вот ложек дегтя может некоторые люди они прям дегтям обмазываются вот так вот полностью там в нос его свет сают и все-все у меня жизнь была плоха есть плохая и будет плохая вот они себе делаю такой выбор и это кстати сегодня 26 день месяца даже что марта и я все время просматриваю вот притчи царя сломона там 31 глава и удобно каждый день повторять по одной главе и сегодня в главе там говорится о таком чете который называется на велике нирган нирган это тот который жалобщик куда все время жалуются и написано что слова вот этого ниргана они а как проникают во внутренности а как то они проникают во внутренности что это значит сегодня есть такая наука психосоматика да которая говорит что психологически все вот эти мысли мышление оно влияет очень сильно на тело и получается кто такой жалобщик вот именно как раз жалобщик это тот который вспоминает вот эти вот ложки и дегтя он им все время расковыривает как бы ранки да вот у него заживает ранка он и расковыривает и он когда говорит эти слова у жалобщика на себя жалуются на людей жалуются на все жалуются но это не просто так это же очень вредит здоровью потому что слова жалобщика они превращаются потом в энергию это как доказали ученые что эмоция это уже как энергия такая да но откуда возникает эмоция если мы глянем в капсулы радости до в прошлом вспомним вот этот момент посмотрим все эти моменты радостные которые были в жизни в празднике еще раз за них поблагодарим всевышнего и прям еще раз скажем спасибо тебе всевышний за все за все за все сегодня кстати 26 марта и так раз моя жена приехала в израиль 24 года назад вот она прилетела прилетел на месяц раньше 26 февраля она прилетела 26 марта и вот я встречал в израиле значит 26 марта 24 года назад я если вспомню этот момент мне становится радостно приятно да или например какой-то еще можно вспомнить момент потом в значит родился сын у нас до сына или шума родился потом был брит мила у него обрезание рафаэм конецкий был сандык его до сандык это тот кто держит его на руках и значит вот я могу вспомнить 24 года назад этот был это был очень радостный момент я когда его вспоминаю этот радостный момент то в этот момент мне сейчас становится радостно а само состояние радости она дает человеку силу надо человеку воздух уверенность и дальше он в благодарность всевышнему раз поблагодарил 2 поблагодарил 3 и что и вот 26 марта день рождения оказалась елена малиновская сегодня вот прекрасно поздравляем с днем рождения тоже шикарный момент для того чтобы вспомнить но так как мы здесь тренируемся быть радостными да это конкретная тренировка значит тем по национальности была мама царя соломона еврейка бак бачева она была еврейка значит бачева точно однозначно мама царя сломана было и века вот бабушка царя давида до его папы бабушка или прабабушка рут она была моя витянка вот тарас дудков вдруг спросил сегодня тоже надо отметить хороший момент значит что у нас получается у нас получается что он нам дает совет что вот эти капсулы радости которые были моменты еще раз чем отличается радость от счастья счастье это фоновое состояние которое вообще не требует внешних никаких причин и к счастью можно прийти если ты установил глобально ты установил сделал все установочки правильные у тебя внутри тогда фон все время такое легкое счастье радости это более такая эмоция сильная которая которая вызывается обычно внешними событиями мы сейчас учимся вызывать у себя радость не внешними событиями а внутренним решением что я хочу быть более радостным то чья который боль более радостные у него фон счастья он все время будет конечно подниматься вот этот фон части то есть радость влияет на счастье понятно вот и здесь нам советуют создать капсул капсулы именно симхи капсулы радости из прошлого и сегодня вдруг например у вас у вас значит происходит какое-то радостное событие вот ну вот бывает там чек например поехал куда-то в какую-то поездку вот у него прям вау нужно как раз закрепить то есть теперь мы знаем такое понятие как капсула радости как витамины такие и нужно эти моменты которые вы прям выделяете как вот прям сильно радостный нужно их фиксировать он советует сделать журнал радости есть журнал благодарности благодарность это такие витаминчики да то есть ты в день можешь 100 благодарности делать а журнал радости отдельные это это капсулы такие прям серьезные такие ты себе готовишь на если будет бывают же у человека какие-то в жизни реальные этапы когда вот у него что-то не идет и в большинство людей делают очень большую глупость они погружаются вот в этот вот в свою грусть есть еще психологи какие-то тоже которые с моей точки зрения дают странные советы погрузись проживи посиди там папа покружись в этой своей грусти да но что это происходит если ты живешь в грусти и ты вот погружаешься в этого депрессуку такую да то ты наоборот тренируешь свою нервную систему и биохимию мозга биохимию тела быть вот в этом вот таком придавленном состоянии и наоборот вот то что нам сегодня посоветовали то есть если ты берешь эти капсулы радости и ты в них живешь и ты в них находишься и ты находишься в состоянии благодарности то ты тренируешь биохимию своего мозга своего тела быть именно вот в таком вот хорошем состоянии поэтому мне кажется что все таки нужно нужно создать через благодарность ты делаешь все минутные такие выходы до в ситуацию полуполного стакана и твой мозг он просто видит ты переключаешь ракурс мышления то есть ты в любой ситуации можно увидеть недостаток и можно увидеть достоинство если ты через благодарность ежедневную ты себя приучаешь сто раз в день переключить все время держать фокус внимания на том что у тебя есть на том что ты благодарен то тогда мозг он успокаивается и он проецирует на будущее тоже спокойствие и наоборот чья который не видит все время полупустые стаканы которые включен все время в то чего ему не хватает он проецирует на будущее состояние нехватки и возможно действительно она его как-то мотивирует на каком-то этапе но как бы побочные действия побочные действия вот этих всех штук это испорченное здоровье это испорченная психика испорченные отношения с людьми потому что не чек не удовлетворенный он не может же вот он не удовлетворенный а люди вокруг как себя чувствуют чеком который все время недоволен да они не хотят с ним рядом находиться какой бы он ни был на недовольный человек в доме это это трагедия для всех остальных получат кто-то вот один недовольный сериал он всем породит настроение теперь опять же научимся 10 шагов к счастью эта система которая у тебя сейчас занимаюсь научимся не не быть реактивными это очень важно прям вообще не быть реактивными а мы через благодарна через комплименты через осознанность в общении мы не подключаемся да то есть тут важно в коммуникации есть есть две как бы части первое не подключаться не быть реактивными не быть не включаться в негативную коммуникацию научиться да это можно назвать манипуляция но чек проактивный он строит свою жизнь и он умеет переключать каналы у других людей тоже и это хорошо потому что если вдруг кто-то начинает жаловаться в том присутствии да здесь у тебя какой вариант ты можешь его переключить на что-то хорошее а можешь начать жаловаться на него начать жаловаться на него это то же самое включиться в эту негативную схему а можно наоборот сказать какие там у тебя глаза красивые вот какие у тебя там волосы прекрасные какие у тебя там еще что то да то есть ты можешь его переключить на что-то хорошее попытаться переключить или сказать что ты знаешь у меня сейчас срочная встреча давай вот я очень с тобой я сопереживаю ты молодец все хорошо значит с божьей помощью будет еще лучше и уехать куда-нибудь на встречу потому что еще раз меня я уверен даже не то что мне кажется что негативное состояние но человеку вредит негативное эмоциональное состояние ничего у него хорошего нет и неприятно внутри и с людьми ты не строишь отношения и со всевышним ты как бы показывает что я тобой недоволен и саботы недоволен и всем ты недоволен никакой пользы в этом вообще не вижу то есть я не вот многие мне пишут сейчас комментарии в последнее время я все время говорю про счастье там про и пишут вот это же всем эмоциям надо дать место я не понимаю пока мне ни один человек не убедил что негативные эмоции приносят какую-то пользу я не верю в это то есть я верю что радость да счастье да хорошее состояние да хорошее настроение да то есть в и она в любом случае улучшает твою твою ситуацию да вот пишет тарас что человек как приемник но если вокруг люди сумасшедшие так не значит что должен стать сумасшедшим если вокруг люди не смотрят уроки в экране хотят быть добрыми веселыми счастливыми так пускай то есть я приемник но я не как сказать не мусор когда чтобы принимать любой мусор который люди хотят сбрасывать то есть приемник да но я не готов быть подключенным к тем волнам которые мне приносят какой-то вред поэтому нужно быть приемником но лучше быть передатчиком про активность это перестроить себя быть передатчиком руслана голове надо давать выход позитивным эмоциям потому что если вы будете давать выход негативным эмоциям то ну это очень вредно для здоровья и для вас лучше не испытывать вот то что я говорю лучше не испытывать негативных эмоций так к этому можно прийти с помощью благодарности вера во всевышнего понимания но если вы испытываете негативные эмоции не надо их выпускать как говорят их надо трансформировать ими надо управлять их не надо их не надо выпускать потому что если вы негативные эмоции подойдете к какому-то человеку который тоже негативные эмоции выпустите на него негативную эмоцию а он только что слушал какую-то передачу о том что негативные эмоции надо выражать явно и он вас обматюкает и еще ударить не дай бог да то вы скажете ну что мне за совет далее выпускать негативные эмоции мне как лучше психологи советовали я вышла выпустила на него негативную эмоцию теперь лежу в больнице с переломами и что вам скажет тогда ваш советчик что нужно выпускать негативные эмоции он скажет но не туда-то выпустила надо было в другую сторону пускать надо было на спокойного хорошего человека вот его надо было типа негативом накрыть а он пускай потом там мучается до или понятно поэтому до сечевели ветер пожнет бурю не я против этих всех советах выражать негативные эмоции избивать как затем написали это же в основном журналисты врут что в японии избивают чучело начальника я не видел японцев которые избивают чучело начальника лично ни разу и я не думаю что какой-то начальник знает что вот чучело стоит его чучело избивают будет будет значит это хорошо от отношения очень хороший вопрос отношения родителей к детям должно быть безусловная любовь и советы в нужные моменты когда ребенок может услышать потому что если вы его силой пытаетесь сделать хорошим и орете на него что так ты там такой ты должен быть хорошим и добрым то вы ему даете пример как орать в первую очередь он научится во вторую очередь он наруют научиться силой заставлять других людей что-то делать что они не хотят то есть это ну я считаю что в воспитании должно быть в добрым но вот чтобы человек был внутри и с детьми я например вот последнее время то что мы вместе учимся вот эту тему счастья благодарность у меня очень улучшились отношения с детьми слава богу почему потому что я с ними разговариваю стараюсь им вот именно это дать пример спокойствие с любви безусловной любви и так далее но лучше всего вот смотрите есть очень один универсальный совет что есть книги на эту тему есть книги там еврейское воспитание есть книги просто воспитание всем специалистам один в один голос вам скажут что что в отношении главное с детьми это любовь то есть безусловная любовь и тогда они будут больше готовы вас слушать чем насилие которое вызовет сеющий как ветер пожнет бурю потому что дети в какой-то момент становятся подростками и они уже тогда насилие они не воспринимают тогда и потом входят родители очень сложные этапы взаимоотношения с детьми вот поэтому лучше всего идти через не через насилие через любовь через спокойствие через разум и вот это как раз будет классный пример смотри вот я сейчас учусь есть там как воспитывать детей до подростков да как помочь подростку это не воспитание если шикарная книга шикарная книга у стивена кови тоже там всем заповеди высокоэффективных подростков но если вы идете к нему через негативные эмоции он не будет слушать то есть первое это через любовь сохранить контакт им и так тяжело это возрастом но такой возраст подростки школьники там у них очень очень тяжелый период становления личности поэтому мне кажется что родители в этот период должны поддержать должны наоборот дать добро дать поддержку внимание потому что но и подростку очень тяжело все это теперь последовать в другую книгу нас хорошая нашел совет значит цвет называется жить своей мечтой обновление значит автор этой книги он нам дает говорит у человека должна быть мечта это его личная мечта вот он себе строит какой-то внутренний мир он может этот мир строить каким угодно и он может эту мечту продлить и на вечность то есть это полностью его свободами но свобода его фантазия теперь а и вот он допустим значит он пишет вы можете спросить может быть жить мечтой это пустая трата времени он говорит нет это не так в мире нашей мечты мы ведем себя совсем по другому чем ведем себя здесь нашем мире мире мечты мы становимся благороднее щедрее добрее счастливее ну и так далее то есть там любим творца любим других людей то есть он говорит такую вещь что в мире мечты ты создаешь некую совершенную модель того каким ты хочешь быть и какой жизнью ты хочешь жить а дальше обновление он приводит очень красивый такой такой пример он говорит как сделать из своего дома дворец можно первый вариант это делать ремонт значит ломать стены строить комнаты переклеивать обои все перекрасить можно продать свою свою квартиру например и купить новую тоже вариант но есть еще третий вариант он говорит продолжая жить на прежнем месте купить участок земли и построить там себе новый дом и когда он будет готов продать старые переехать в новый да то есть третий вариант он Он говорит, он, естественно, самый лучший, но он, ну, обычно людям он, ну, как-то малодоступен, да, это кажется сложным вариантом. Он говорит, мечте это то же самое. Тебе нужна мечта, это вот как новый участок, новый дом. Ты построил это. И дальше, когда у тебя есть уже вот этот проект, да, четкая картина твоего будущего, тогда надо начать воплощать его. Тогда нужно ставить цели какие-то небольшие, да. И дальше к этим целям прикрепляют желания и молитвы, и идти от цели к цели. И чем лучше мы будем понимать, чего же мы хотим, тем короче будет путь. Давайте посмотрим и оценим наше настоящее будущее. Что именно требует немедленного ремонта и перестройки? Можно ли немножко изменить нашу жизнь к лучшему? Или же нужно планировать что-то совершенно новое? Открыть для себя новые горизонты? На самом деле выбор в наших руках. Наши молитвы и жизнь, наполненная желаниями, помогут нам туда попасть. Нужно просто не забывать улыбаться все время. Но чтобы перебраться в это прекрасное будущее, мы должны себе вначале вот четко представить. И дальше он приводит очень красивый тоже пример, как сделать из алмаза бриллиант. Инструкция для изготовления бриллианта. Выберите небольшой алмаз, положите его в карман или кошелек, чтобы он все время был у вас. Несколько раз в день старайтесь вынимать его и немножко полировать. Старайтесь больше внимания уделять тем местам, где он еще недостаточно гладкий. В этих местах хорошенько потрите его, чтобы он засветился. И так каждый день. Через несколько лет у вас будет самый дорогостоящий бриллиант. И в принципе, не важно, что вы, там любой камешек можно сделать красивым. И на этом примере он тоже нам показывает, как реализовываются мечты. По чуть-чуть каждый день. Я помню в прошлом году у меня очень болел таз, спина, поясница, какие-то прострелы. Вот позапрошлый год я из-за этого перестал бегать, очень мучился, у меня там все болело. И начал я в прошлом году с января месяца приседать. Один раз присел, прочитал я, что приседание лучшее упражнение для того, чтобы вся вот эта вот система, таз, спина, поясница, ноги, чтобы они были в хорошем состоянии. Я тихонечко один раз присел, два раза, спокойненько, как вот он советует, как полировать этот алмаз. Значит, потом я присел 30 раз, потом делал подход 30 раз, потом 1 февраля, плюс один еще раз, вторым подходом. Потом сделал уже к концу февраля два подхода по 30. К концу марта у меня было уже три подхода по 30. К концу апреля четыре подхода по 30. Потом я перешел на подходы по 25 раз и увеличивал, увеличивал, дошел до 250 раз. 25 раз легко приседать. Я в течение дня приседал по несколько раз, несколько подходов по 25 раз. Потом я решил, что 250 уже тяжело приседать. Я же хотел, чтобы мне легче жить стало, а мне стало уже 250 тяжеловато. Я начал приседать по 100 раз. В день взял для себя, но не меньше 100. И в конце года, так как я планировал приседать каждый день 365 дней, в последний день, 31 декабря, присел, 12 подходов по 30 раз. В общем, получилось, что за год. И у меня, слава богу, все прошло. Опять я начал бегать, перестала болеть спина, перестал болеть таз. Сейчас, ну, все прошло. Почему? Когда ты знаешь, что ты хочешь, и когда ты готов ежедневно по чуть-чуть делать для того, чтобы это произошло, и молиться, и делать заповеди, и давать чуть-чуть сдаку, и помогать другим людям. В этот момент, в этот момент ты становишься просто неудержимой. То есть, у тебя есть мечта, у тебя есть Всевышний, у тебя есть молитва, у тебя есть добрые дела. У тебя есть каждый день по чуть-чуть ты можешь туда двигаться. Это то, что вот он нам здесь предлагает, как совет. Если ты при этом находишься в состоянии счастья, то это и есть настоящая счастливая жизнь. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью встречаемся завтра в 10 утра и выполняем, то есть, то, что мы учимся, напишите для себя какие-то выводы, что для вас стало понятно, ясно, какой-то маленький-маленький вот такой для себя совет, что я буду делать, и начните делать, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И так меняется жизнь к лучшему. Все, успехов и процветания, с днем рождения Лени Малиновской и прекрасного дня всем участникам уроков ВАИКРА и чтобы было благословение на всех партнеров ВАИКРА, на всех друзей ВАИКРА, на всех спонсоров ВАИКРА, потому что у нас вся платформа существует на небольшие пожертвования всех участников и очень это классно, что мы сейчас расширяемся, развиваемся, сейчас закончили уже бот такой будет классный, бот счастья. В общем, все будет хорошо. Все и так хорошо, а будет еще лучше. Удачи, успехов, до завтра.